Он отдал всю свою жизнь профессии. В этом году исполняется 80 лет журналисту, бывшему работнику дома радио ГТРК Карачаева-Черкесия Виктору Георгиевичу Бушманову. С 1980 года Виктор Георгиевич живет и работает у нас в республике, продолжая и сегодня оставаться настоящим профессионалом пера. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Он пришел в профессию по призванию. Виктор Бушманов родился в непростое военное время в 1944 году в городе Златоусте Челябинской области. В 17 лет он вступил в ряды Союза журналистов СССР. Работать в Карачаево-Черкесии начал с 1980 года журналистом в газетах «Ленское знамя», «Звезда Кубани», «Новости Российской Федерации». А после возглавил отдел по работе с письмами от слушателей в Карачаево-Черкесском комитете по телевидению и радиовещанию. Письма – это же тот источник, на котором питается журналист. По сути дела, это ручейки, что не человек прислал, новые взгляды на жизнь, на профессию, на общество. Поэтому до того эта интересная работа не передать. Конечно, много в ней тяжелого. Конечно, люди каждые по-разному. Наша многонациональная республика-то. Виктор Георгиевич открытый и коммуникабельный. Долгое время он работал на радио ГТРК «Карачаево-Черкесия». В советский период активно было развито такое движение, как Рапсель-Коровская. Сотрудники собирали информацию из различных населенных пунктов. И с ними активно работал Виктор Бушманов, который умел распознать необходимую и значимую информацию. Он знал всех активистов, кто сотрудничал с радио, писал им. Они отвечали, приглашал людей. Они выступали у микрофона на радио. И каждое выступление – это было явление для нашей республики, тогда области. И при нем, вот что характерно и что интересно, количество корреспонденций, писем, которые поступали в отдел, увеличилось, я не ошибусь, наверное, в несколько раз. Прошло много лет, но Виктор Георгиевич помнит свой кабинет в Доме радио. Многое изменилось, но память сохранила именно всех моих коллег, с которыми я здесь долго работал, вспоминает журналист. В этом кабинете был кабинет Рапселькора. Вот здесь портрет и как писать Рапселькору. А здесь было все расписано художественно. И помощь Рапселькору давались всякие темы, были расписаны. И доска почета Рапселькора здесь была цветная такая. Ежеквартально она менялась в зависимости от тех, кто отличился из Рапселькоров. Журналистика для меня – это вечное. И несмотря на то, что я не работаю в какой-либо редакции, но также продолжаю писать о людях, отмечает Виктор Бушманов. Журналистика – это такое бесконечное. На пенсию журналист никогда не уходит. Сейчас пытаюсь воспоминания писать. И до того захлынут этими информационно, потому что очень большая биография, целинная. Там и хочет встать, бах, начинают туда, и меня переключают сюда, потому что здесь тоже свои. Вот, и приходят, это самое, пожалуйста, напиши то-то, то-то, то-то о них. В этом году Виктору Бушману исполнилось 80 лет. Но и сегодня он также продолжает журналистскую деятельность, рассказывая о жизни людей нашей республики. Алихан Лепшоков, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия.